В фермерском хозяйстве ТСК Агро зима по-настоящему жаркая пора. На ферме вовсю идет окот, он начинается в конце декабря и продлится до марта. Вот ягненочку 3-4 дня. В хозяйстве братьев чернозубцевых увеличивается поголовье бурских коз мясной породы. Взрослый самец достигает веса до 135 килограмм. Определить породу козы можно по цвету шерсти на голове, она у них коричневая. Также братья занимаются разведением овец экзотических пород. Дорпер, Лакон и Едельбаевская. Поголовье дорперов в хозяйстве начиналось с пяти овцематок и одного барана, привезенных из Германии. У таких животных окрас необычный и немало достоинств. Мы в нашем хозяйстве разводим тех овец, которые с высоким иммунитетом, более стойким к нашему климату, устойчивым к нашему климату, которые не прихотливы ни в еде, ни в посьбе. Казахскую породу под названием Дельбаевская завезли из южных регионов России, также обладающую прекрасными мясными качествами. Гордостью фермеров являются все же бараны породы Лакон. Три яркие и один баран приехали в Чекалино прямо из Крыма. У них высокий иммунитет, нетребовательный к еде и устойчивый к нашему климату. Эти овцы – одни из самых высокопродуктивных молочных пород в мире. Мы пробовали молоко очень вкусное, нежно-сливочного вкуса, как пломбир. Прямо свежее парное, как пломбир, без присутствия любых каких-то посторонних запахов, очень жирное. Именно из их молока делают знаменитый сыр Рокфор. Теперь брать чернозубцевы задумались и о своем цехе по переработке молока. И может быть в будущем и на нашей земле появится сергиевский сыр Рокфор. Маргарита Русяева, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».